МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Право выбирать будущее страны даже далеко от дома. В России продолжается досрочное голосование. Стать лучшим на воде объединение молодых специалистов мирного собрало активных и спортивных работников Алроса. -"Полярные волки или шахтер"? В Якутске завершится первенство республики по хоккею. Золотая шайба. В эфире новости. В России продолжается досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах на полярных станциях, а также на судах, которые в день выборов 18 марта будут в плавании. Более 100 тысяч россиян уже отдали свои голоса за кандидатов на пост главы государства. А в Якутии более 50 тысяч жителей проголосуют на выборах президента России 18 марта по месту своего нахождения. Также в регионе продолжается досрочное голосование для жителей отдаленных участков, оленеводов, коневодов, работников промышленных компаний. Оно будет проходить до 17 марта. К настоящему моменту досрочно проголосовало 9,5 тысяч человек. На 1 января текущего года численность избирателей в регионе составляет более 630 тысяч избирателей. Всего по уточненным спискам по республике 633 тысячи избирателей. Из них больше всего избирателей в столице республики, 180 тысяч избирателей. Меньше всего в Аннабарском районе, там всего 2 тысячи избирателей. Список избирателей уточняется. Это огромный пласт работы. В результате этой работы внесли уточнение в отношении 70 тысяч граждан. Ленский район лидирует по количеству досрочно проголосовавших избирателей. Сегодня их уже более 5 тысяч. Свыше трех из них – вахтовые работники предприятий Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения. На Чаинде голосовали не только оленчане, но и жители многих российских городов, работающих на территории района. В рабочих вахтовых поселках вместе с представителями избирательной комиссии побывали и наши коллеги. 7 часов дороги по автоземнику и съемочная группа на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Такой же путь проделали сюда представители Ленской территориальной избирательной комиссии. На сотрудников Алросовской УИК возложена важная миссия – дать возможность сделать свой выбор вахтовикам из разных городов страны. О выборах президента России имеет право принимать участие каждый. Все сотрудники организации «Газпромбурение» были приятно удивлены. Новости о том, что непосредственно на месторождении, на рабочих местах будут проводиться досрочные выборы. И, я думаю, понимание каждого, исполнение своего гражданского долга, не отходя от работы, вызывает определенные чувства патриотизма. Предварительное голосование началось 10 марта. Именно в этот день поспешили сделать свой выбор 3338 избирателей. Сегодня на Чаинде работает около 10 крупных подразделений «Газпрома». Это не считая субподрядчиков. Их в разы больше. Заявления они пишут в нашу избирательную комиссию о том, что они обращаются, вернее, в нашу избирательную комиссию, о том, чтобы мы их включили в список наших избирателей, соответственно. Ну, а там их потом на своем участке исключат. За один день пять представителей участковой избирательной комиссии объездили все буровые. На Чаинде их восемь. На каждой сотрудника УИК ждали, готовили специальное место, где можно было разместиться со всей необходимой документацией и урной для голосования. По всем правилам вахтовики сначала заполняли заявление, затем получали бюллетени. Сделав свой выбор, сразу возвращались на рабочие места. На выборы дома я обязательно хожу. Живу я в Астрахани. Это очень далеко, это 6 тысяч километров отсюда. Мы очень довольны, что про сотрудников нефтегазодобывающей промышленности не забывают. И в тот момент, когда мы будем находиться на работе, на своем рабочем месте, вы приехали к нам. Для того, чтобы мы смогли проголосовать, мы очень довольны. Хорошей явкой на предварительное голосование довольны и сотрудники территориальной избирательной комиссии. Благодаря активности вахтовиков, сегодня Ленский район первый по республике по количеству уже проголосовавших. Их более 5 тысяч. Избиратели показали, конечно, большую активность на досрочном голосовании. Голосование проходило с 7 до 20 часов. И активность была очень высокая. И надо сказать большое спасибо за организацию такого досрочного голосования всем предприятиям и организациям, в которых участвовали. Досрочное голосование продолжается. Закончится оно 16 марта. В Ленской ТИК на последние два дня предварительного голосования тоже делают прогнозы. Ожидается, что до главного дня выборов проголосуют еще 400 избирателей. Олеся Васева, Сергей Часный, телеканал «Алмазный край». Досрочно голосуют и россияне, которые находятся за пределами страны. В социальных сетях появились фотографии с избирательного участка во Вьетнамском Нячанге. Выборы проводятся в курортных городах, где отдыхает большое число российских туристов. Как видно на фото, отдать голос за одного из кандидатов в президенты страны пришли два десятка человек, в том числе и якутианин. А завтра выборы пройдут в Антьехе и на Фуковке. К другим темам. Ближайшие два года в России планируют ввести 728 ясли садов. На это из государственного бюджета направят 49 миллиардов рублей. Из них более миллиарда предусмотрели в бюджете Якутии. Новые дошкольные учреждения позволят создать 1100 мест для детей ясельного возраста. Отметим, что нехватка подобных учреждений – довольно острая проблема в республике. По информации Министерства образования и региона, на электронную очередь стоят 22 тысячи детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Работа ведется правительством о том, что рассматривают варианты, каким способом создавать объекты и в каких населенных пунктах. Основной вопрос у нас стоит в городе Якутске. В пути решения имеются три варианта. Это приобретение отдельно стоящего объекта, строительство и строительство пристроя. Именно требования по строительной части о том, что ясельная группа должна располагаться на первых этажах и нормативы по площади чуть побольше получаются. В Якутске состоится торжественный запуск архитектурно-художественной иллюминации телебашни. Сегодня в 21.00 у памятника Дежнева и Абакаяда, перекресток Кирова-Пояркова, состоится флеш-моб с обратным отчетом. Сам запуск с нажатием символической кнопки будет произведен в студии НВК «Саха» в прямом эфире. Мероприятие приурочено к 55-летию якутского телевидения. 200 прошекторов закреплены на разных уровнях телевышки. С помощью контроллеров можно будет создать более 200 светодинамических сцен от эффекта маяка до переливания. Обслуживать подсветку будут каждые три месяца. Остать свидетелем исторического события может каждый житель Якутска. Запуск состоится сегодня в 21.15. Рассматривались различные варианты. Но все-таки стоит учитывать наши температурные особенности. И диоды, не все диоды способны работать на такой температуре. Поэтому выбрали самый оптимальный вариант, который действительно будет работать и меньше, так скажем, требовать обслуживания. Объединение молодых специалистов вновь собрало активных и спортивных работников «Фалроса» на ежегодные соревнования на воде «Алмазный дельфин». В плавательном бассейне «Кристалл» встретились 13 команд с разных площадок компании. В первую очередь поучаствовать на соревнованиях приехали коллективы из Якутска и даже из Москвы. Подробности расскажут наши коллеги. Состязание на воде «Алмазный дельфин» – один из самых ожидаемых среди молодых специалистов. Потому с каждым годом растет и число участников. Если раньше побороться за звание первой заявляли всего 6-7 команд, то в этом году цифра увеличилась вдвое. В этом году заявки подало рекордное количество команд. 13 коллективов из разных подразделений «Алроса» решили доказать, что именно они окажутся лучшими. У нас в этом году новые конкурсы. Ребята, я вижу, заинтересованы, глаза горят. И я надеюсь, это положительный плюс для нас. 78 участникам предстояло пройти 5 этапов. Победа зависела в первую очередь от физической подготовки. Но в итоге все решал именно командный дух. «Я участвую уже четвертый год, муж участвует третий год. И как бы пока разбираемся, собственно, «Алмазный дельфин» никогда не стоит на месте. Каждый год организаторы что-то новое придумывают. Как бы да, не без эмоций, но интересно. Конкурсы очень веселые, интересные. Надо быть, оказывается, физически тоже подготовленным и тренировать на практике. За призы боролись не только участники, но и болельщики. Для самых активных организаторов также приготовили приятные подарки. Громче всех поддержку своим оказали представители Мирненского авиапредприятия. По итогам соревнований бронза досталась команде Рудника «Интернациональный». Второе место у коллектива культурно-спортивного комплекса. Но лучшими в этом году стали молодые специалисты Нюрбинского комбината. Они получили кубок «Алмазного дельфина». Злата Курбанова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Якутске продолжается неделя дзюдо. Сегодня и завтра в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдет открытый республиканский турнир по дзюдо на призы молодежно-спортивной организации «Славутищ». В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии, Сахалена, Амурской области, других регионов, а также из Казахстана и Монголии. На прямой связи с нами находится Оксана Устинова. Оксана, здравствуй. Что сейчас происходит в зале? Сколько спортсменов подали заявки на участие? Да, Андрей, действительно, турнир проходит в рамках недели дзюдо. Неделя началась с всероссийских соревнований на кубок главы Якутии в минувшие выходные. И большая часть борцов этого турнира – участники кубка. В турнире принимает участие более 400 спортсменов по 49 весовым категориям. От республики выступает более 300 участников, в том числе и из городов Мирный, Нерингри, Ленск, Алдан, Удачный, Покровск, Алёкминск. Они представлены во всех весовых категориях. Торжественное открытие турнира состоялось в 12 часов, а сейчас за моей спиной проходят предварительные схватки. А полуфинальные и финальные бои пройдут уже после обеда. Андрей. С нами на связи была Оксана Устинова из Центра спортивной подготовки «Триумф». И мы продолжаем эфир. В Якутске последний день первенства республики по хоккею «Золотая шайба» завершит турнир матч команды «Полярные волки-2008» из Якутска и «Шахтера» из Нерингри. Всего участвуют 6 команд из Якутска, Нерингри и Горные Мирные. По итогам предварительных игр претенденты на медали выявились. Сегодня матчи начались с 8 часов утра. Всего пройдет 4 игры. Финал состоится в 16 часов 15 минут в Ледовом дворце Лейбатур. За третье место у нас завтра, если «Полярные волки-2009» смогут одержать победу над командой «Энергия» Нерингри, то они займут третье место. В противном случае будем смотреть по забитым пропущенным голам, разнице очков и так далее. Таковы главные новости к этому часу. О развитии событий узнаете из следующих выпусков. Также вся информация доступна на нашем интернет-портале ягд24.ру. До свидания и удачного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова